В минувшую пятницу в зале администрации района прошло оперативное совещание по итогам деятельности подразделений Межмуниципального отдела МВД России Кашхабский в 2015 году. На отчетном совещании приняли участие заместитель министра, начальник следственного управления МФД по республике Адыгея Константин Травин, глава района Заурха Мирзов, председатель Совета народных депутатов Александр Брянцев, прокурор Кашхабского района Евгений Зиновчик, первый заместитель главы Шевгеновского района Мурат Непшикоев, начальник Межмуниципального отдела МВД России Кашхабский Энцаур Гишев, присутствовал весь личный состав райотдела. С докладом об итогах служебной деятельности Межмуниципального отдела и о задачах на 2016 год выступил начальник Межмуниципального отдела МВД России Кашхабский Энцаур Гишев. Подводя итоги работы Межмуниципального отдела МВД России Кашхабский за 9 месяцев 2015 года, Структурным подразделением отдела ставились задачи на четвертый квартал уже прошедшего года для принятия соответствующих управленческих решений, направленных на сохранение позитивной динамики показателей оперативно-служивной деятельности в ЗАГО. Правильность принимаемых управленческих решений подтвердила прежде всего тем, что межмуниципальный отдел по итогам работы за 12 месяцев 2015 года получил положительную оценку в соответствии с ведомственной системной оценки и занял первое место среди подразделений отделов МВД России по Республике Адыгея. Вполне объективно характеризует криминологическую ситуацию увеличение общего количества выявленных и зарегистрированных преступлений. Так, за отчетный период текущего года в МВД России Кашкабовске поступило 2728 сообщений. В аналогичном периоде прошлого года было 2683. В структуре зарегистрированных преступлений отмечается увеличение количества преступлений, по которым предварительное следствие обязательное на 5,8%, со 172 до 182. Преступлений, по которым предварительное следствие необязательное на 0,8%, со 123 до 124. Также за истекший период наблюдается увеличение количества совершенных краж с проникновением на 48,9%, с 45 до 67, и краж скота на 200%, с 2 до 6 преступлений. В связи с мошенничеством на 85,7%, с 4 до 13, наблюдается снижение количества преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков на 10%, с 20 до 18, и незаконным оборотом оружия на 40%, с 10 до 6. Необходимо отметить, что снижение выявленных преступлений в сфере незаконного оборота оружия и наркотических средств произошло вследствие недостаточности проводимой работы подразделениями уголовного розыска и участковых полномочий, и отсутствие достаточных оперативных позиций. Вместе с тем наблюдается рост количества таких преступлений, как краж чужого имущества, на 21%, со 119 до 144, крах из квартир на 17,4%, с 23 до 27. В своем докладе Анза Оргишев отметил лучших сотрудников Межмульспанного отдела МВД России Кашихабский, который добросовестно справляется с поставленными перед ним задачами. Хотелось бы отметить лучших сотрудников, тех, кто добросовестно исполнял и исполняет свои обязанности. В завершении начальник межмуниципального отдела ознакомил присутствующих с задачами на 2016 год. Не останавливаясь на других, не менее важных направлениях оперативно-служебной деятельности, результаты которых ежемесячно детально рассматривались в ученом периоде, хочу акцентировать внимание присутствующих здесь руководителей для решения первоочередных задач, стоящих перед Межмуниципальным отделом МВД России Кашихабский в текущем году. Прежде всего, это укрепление доверия общества, совершенствование информационной политики в системе МВД России, повышение открытия деятельности и уровня взаимодействия с обществом, укрепление кадров, поддержание служебной дисциплины и законности, повышение уровня профессиональной и морально-психологической подготовности личного состава, усиление противодействия преступности, совершенствование его форм и методов, улучшение прогнозирования оперативной обстановки, своевременного реагирования на ее изменения. Дальнейшее укрепление законности в сфере расследования преступлений, повышение ответственности за процессуальные решения, снижение уровня криминализации и коррупционной пораженности ключевых отраслей экономики, активизацию борьбы с противоправными переделами собственности, хищениями и инициативами использования бюджетных денег и средств, совершенствование организационных основ противоприятий преступлений и правонарушений, оздоровление криминаловенной обстановки на улицах и в других общественных местах, развитие взаимодействия с субъектом, участвующим в обеспечении безопасности дорожного движения. Внедрение в деятельность инновационных технологий, реализацию целей государственной политики в области стандарта наказания государственных услуг. Далее слово было предоставлено главе района Зауру Хамильзову. В дальнейшем, еще раз я гарантирую, что любая помощь, которая требуется от администрации района совместно, мы будем решать совместно, мы будем каждому из вас, если у вас есть необходимость, помогать. Глава района отметил лучших сотрудников отдела почетными грамотами. Распоряжение главы администрации Кашихабольский район Заура Оскорбевича Хамильзова награждается за образцовое исполнение служебных обязанностей по итогам 2015 года и достижения высоких результатов оперативно-служебной деятельности, наградить почетными грамотами. Гречева Тимура Оскорбевича К личному составу межмуниципального отдела МВД России Кашихабольский обратился и председатель Совета народных депутатов Александр Брянцев. Несомненно, что работа администрации, что работа межмуниципального отдела направлена в одном рост, всегда эти критерии оценки работы межмуниципального отдела и администрации района всегда очень-очень рядом происходят. Поэтому первые места, что администрация района занимала, что межмуниципальный отдел МВД занимал прошедшие года, надеемся в сегодняшнем подведении, тоже подведете какой-то итог, какую-то оценку работы за прошедший год поставите. Распоряжением Совета народных депутатов почетными грамотами были награждены ряд сотрудников. Почетной грамотой за образцовое исполнение служебных обязанностей по итогам 2015 года за достижение высоких результатов оперативно-служебной деятельности почетной грамотой Совета народных депутатов Кашихабольский район награждается Бзасежев Мурат Славович, старшийся заставитель, который вступил в данный момент в окнах последних грамотах. Прокурор района Евгений Зевновчик в свою очередь обратил внимание сотрудников межмуниципального отдела на некоторые моменты, на которые следует обратить внимание в текущем году. Затем заместитель начальника межмуниципального отдела МВД России Кашихабольский Валерий Мяснянкин объявил приказ о присвоении очередных воинских званий некоторым сотрудникам. Погону вручил заместитель министра Константин Травин. Приказ министра внутренних дел по республике Адыгея Номер 504 по личному составу 25-12-2015 года. В соответствии с частью 3 ст. 43 Федерального закона Российской Федерации номер 342 ФЗ о службе органов внутреннего Российской Федерации в несении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации присвоить очередные специальные звания начальствующего состава. Капитан полиции, старшему лейтенанту полиции Вучеву Мурату Султатовичу. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. Желаю вам, чтобы количество этих звезд перешло в качество. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Поздравляю. АПЛОДИСМЕНТЫ